добрый вечер привет землячка или земляк земляк да я тоже когда-то был молод у меня тоже были очень длинные волосы куда вам до моих длинных волос мои 20 лет какой у вас глубокий голос мне нравится как викторский как будто вы меня пугаете я поделать не в этом смысле просто как будто у вас профессия связана с тем что нет я бас-гитарист когда-то был в юности передалось ну да занимал я руководящие посты вот планирую ближайшее время извините возглавить белгородскую народную республику вы будете голосовать за меня ну я вам больше скажу я могу вас начать агитировать потому что именно оттуда это я вижу я поэтому и спрашиваю а как вы это у вас там приписки через да у меня написано во первых а во вторых я чувствую характерный южно русский говор было несколько вариантов там на ростов белгород воронеж уже вряд ли ну был еще вариант кубань но поскольку вы сидите в курточке но в кофте то я решил что все-таки севернее белгород ну да да блин сразу я понял что вы не сами такой простой человек что с вами будет интересно поговорить но не очень сложно о чем вы здесь беседуете я зашел просто уточнить момент вот в новостях прочитал что в Киеве уже какие-то блокпосты появляются мне стало любопытно это не в новостях прочитать а может быть услышать от кого-то так я же сказал земляк мне до Киева ровно столько же сколько его ничего себе я просто именно спрашивал у украинцев ну я по крови я украинец да мне кстати наверное тоже у меня с кривого рога родственников много у меня из Харькова из Полтавы блин в общем мне не получилось ни от кого так а что с блокпостами ну что вас интересует блокпосты в Киеве никуда не исчезали с начала войны насколько мне известно сегодня появились новости что новые появились в рамках повторения в рамках новой волны мобилизации ну во-первых насколько мне известно сейчас в их парламент вошел только проект закона ну а что это же только проект это раз а во-вторых у них всеобщая мобилизация с 24 февраля прошлого года то есть ничего не изменилось меня интересовала вот вот эта несостыковка с тем что только проект закона появился а новости всеобщая мобилизация в них объявлена сначала нашей так называемой спецоперации ничего не поменял им нужны люди все нормально все логично там не интересно я не думаю что блокпосты связаны именно с мобилизацией не думаю честно ну все возможно это их страна да было интересно уточнить увеличилось ли их количество сегодня а как это меняет ситуацию это меняет ситуацию по моему мнению так что сегодня и вчера были новости про якобы дипломатические каналы через которые путин передала желание заморозить конфликт в сегодняшних границах как вы себе представляете как путин сможет заморозить конфликт а в сегодняшних границах да вы же понимаете что это будет последний день зеленского при власти ну это нереально прекрасно вот поэтому я чем поставил условия которые невыполнимы но вот эта мобилизация в 500 тысяч человек я считаю что это идет набивание вот своих карманов такими как бы это вот извините если немножко не могу подобрать слова я не привык общаться с такими эрудированными как вы у меня окружение немножко не такой в общем аргументы себе пытаются подготовить то есть у нас 500 тысяч человек мобилизирует вот поэтому давайте как бы нам тоже что то дайте они понимаете в чем дело когда ровно год назад ну чуть больше чем год назад владимир владимирович объявила частичная мобилизация мы мобилизовали примерно такое же количество людей примерно такое же ну там плюс-минус безусловно но это не суть важно по сути по сути так сказать вопроса сейчас идет открытое затяжное тяжелое противостояние между нашими странами и так или иначе они мобилизируются мы мобилизируемся это неизбежное явление техника сгорает техника погибает их наша техника погибает и так или иначе победа может быть одержана тогда когда про простой пехотинец заходит в город только так а я не вижу нашей победы исходя из опять-таки простого исторического факта россия одерживала победы всего при двух условиях но они были всегда незыблемы если эти условия не соблюдались россия войны проигрывал и вот эти два условия в союзниках у россии в каком бы виде она не существовала то ли империя российская то ли царство московское то ли на советский союз в любом формате каком бы россия не существовала при несоблюдении двух этих условий война проигрывалась союзников у нас должны были быть британцы а в армии нашей должны были быть украинцы иначе всегда был провал а британцы они как нация должна быть великобритания нет такой нации британцы это политическая нация британцы британии живут этносы различные да существует такая политическая нация британцы за попробуйте назвать штатланца англичанин нет а британцам а британцам нормально это политическая нация вот как россияне это же политическая нация которая формируется вот протяжении последних там десятилетий наверное нет же этноса россияне есть политическая нация ну по крайней мере в стадии формирование у меня проблема с тем что я на историю немножечко не обращал внимание в школе поэтому все что мне рассказывать мне глубоко интересно у вас не ясно культура на до кофте я и написано и мне очень не хочется ехать к отцу в этой кофте потому что мне нравится как и выглядит то что здесь вот еще есть история культура это вещи весьма тесно взаимосвязаны да вот как бы кофта надписи на кофте обязывает мне она нравится исключительно визуально понял а на кого вы учились и сколько вам лет если не секрет мне 22 и я сейчас учусь на инженера то что я буду инженером можно сказать будет только по надписи на бумажке а в какой сфере учитесь я проектировщик буду проектирование машин машиностроительных машиностроения до понимаю ну что ж может у вас есть еще какие-то вопросы мне очень интересно какие руководящие должности вы могли занимать у меня два лучших образования одно инженерное как у вас получено еще конце 80-х прошлого столетия а второе юридическое поэтому как у занимать обе руководящие должности ему любые самое интересное что у меня отец инженер тоже допущено строитель а мама юрист по образованию я два в одном да папа и мама мне очень жалко что я не могу с вами общаться на регулярной основе или с похожим человеком черпая пример для подражания вы можете со своим отцом общаться кстати говоря как ваша семья относятся к происходящему между нашими странами вы ведь живете на самой границе отец москвы а мама мама тоже со мной но она живет отдельно как вы относитесь к происходящему между россией и украины ну мы просто в шоке как вот с первого дня так и из него и не выходили а ну из-за расположения занимать чью-то сторону для нас это не приземлемо потому что у нас там ну вы же видели как из белгорода из белгородской области стартует с 300 а в прошлом году еженочно ну вы же это видели вот вот у меня окно и через жалюзи через маленькую щелочку у меня комната один раз была освещена как будто днем в это уже была глубокая ночь а я подумал что солнце еще не опустилось до конца вот это оказывается ракета полетела прилетела но ведь в прошлом году полетела но ведь в прошлом году мы вот особенно в начале в начале в самом лета у нас как по расписанию 11 часов вечера и у нас там 8 12 15 ракет на харьков и это же с 300 она же не стреляет из точки в точку низкая точность да это переделана ракета пво она просто переделана я вообще не имею никакого понимания кроме того что возможно существует высокоточное у нас высокоточное оружие весьма дорогостоящие и ну вы же понимаете хоть как белгород это максимум 80 километров правда же да и использовать для обстрела харькова высокоточное оружие но просто экономически неэффективно и не и не нужно никто не использует против харькова такое оружие я совершенно четко вижу и понимаю что за вот эти вот почти два года от нас летят исключительно из 300 ну вру был один там калибр но это крылатая ракета и один эскандер но он запущен был не из белгорода и не из области где-то там чуть чуть дальше а из белгородской области из белгорода летят исключительно с 300 пожилым кварталом харькова но это же но это же преступление просто ну вот я каждый раз когда погружаюсь в эти моменты там сталкиваюсь с чем-то кроме как заявление каких-то там чиновников и понимаю как это на самом деле все выглядит у меня но я чувствую что мне становится хуже вот на каком-то внутреннем глубоком уровне что и не перевариваю это вот в таких дозах когда жуткую ложь очень сложно переварить такую откровенную жуткую бесстыдную наглую беспардонную ложь очень трудно переварить но уважите что большинство нашего населения я легко переваривает и усваивает не знаю я возможно круги общения так сложились большинство старается не замечать сквозь пропускать не замечает это не поможет это не поможет смотря чему если их состоянию внутренне может быть и поможет а ситуации на ситуации это никак не помогает внутреннему состоянию это поможет действительно психологически но это очень временное решение а что еще нужно людям они всю жизнь ищут временное решение лишь бы в моменте чувствовать себя хорошо а общий тренд они считают что способности я понял вас ладно пойду дальше до свидания пока выученная беспомощность а что еще нужно а что еще им треба а ничего им не треба страусовы у всех у них призвища страусовы